я вас приветствую друзья на своем канале сразу хочу вас предупредить что болгарка работает на самых малых оборотах и поранится и невозможно то есть обычно на больших оборотах опасность того есть что может разлететься диск и применяется защита ну я защиту снял так как мне лучше видно но я уменьшил скорость болгарки на самый минимальный то есть в принципе ее даже можно рукой становить для этой работы я воспользовался своим старым шпателем так как за время моей деятельности этих шпателей накапливается очень много которые срабатываются ну и проще чем выравнивать поверхность когда бывает что шпателя падают по пол и падают уголком и если уголок уже согнутый очень тяжело его выравнивать поэтому он уже не годится ну или обрезать надо короче его делать ну или просто выкидывать поэтому шпателе я не выкидываю а всегда их оставляю именно для таких целей что когда нибудь этот металл нержавейка обязательно пригодится мне в работе и я решил из него сделать мастихины металл именно из этих шпателей годится конечно для маленьких мастихинов а уже потолще шпателя есть которые применяются допустим в шпателях для плиточного клея то там металл уже потолще и можно делать большие мастихины если у вас есть ножницы по металлу вы можете этот металл легко вырезать именно такими ножницами а потом обработать никого нет болгарки над филями напильниками и наждачками и после обработки мастихина вы можете натереть наждачками если есть какие-то шлейфмашины то есть натереть до до зеркала ручку я применил из старой щеточки кисточки на ручке надо сделать прорезь именно пилочкой по металлу есть такие пилочки которые двухсторонние одна идет как бы зубья по дереву а вторая по металлу можно использовать именно такой пилочкой но для того чтобы закрепилась закрепился этот мастихин в ручке вы можете использовать эпоксидную смолу для начала нужно пластилином закрыть на одной стороне все щели чтобы эпоксидная смола не вытекла оставить только сверху куда вы будете заливать выставить ручку нужно так чтобы чтобы не было уклона потому что эпоксидка имеет свойство вытекать если будет ручка находиться в наклоне то и пакетка будет собираться не по всей поверхности одинаково а будет стекать в одну сторону и может вытекать поэтому ручку так надо разместить чтобы эпоксидка оставалось в четком горизонте. Это у меня эпоксидка оставалась, и я решил еще смочить эпоксидкой, тоже инструментик, такие шкребочки. Я придумал, они хороши как для пластилина, так и для нитки. После чего вы удаляете пластилин и потом, если после чего, нужно ручку еще раз обработать от лишнего клея, чтобы не было никаких заусенцев. В принципе мастихен готов. Но, друзья, когда я попробовал этот мастихен, то мне показалось, он как бы неудобный. Не зря у мастихенов идут такие вот изгибы, поэтому следующий мастихен я решил сделать именно с таким изгибом. Но так как металл тонкий и этот изгиб будет прогибаться, я решил сделать такую жесткость небольшую и сделал я ее из обычного гвоздя. То есть я взял гвоздик. Согнул его, отрезал шляпку, чтобы она не мешала. Немножко снял ржавчины на гвоздей было. И прикрепил. То есть нужно так и загнуть, чтобы она четко повторила изгиб мастихена. И потом его приложив, можно накрутить медную проволочку. Применять можно что угодно. То ли сразу накручивать изоленту. Но я решил именно сделать. Накрутив медную проволочку тоненькую, я также залил эпоксидной смолой. И когда уже смола стала, я просто обкрутил ручку изолентой, чтобы было комфортно держать. То есть это все мастихены как бы сделаны на быструю руку. Времени у меня не было делать в идеале, чтобы это выглядело как в магазине. Поэтому сделала вот так. Будут еще дальнейшие у меня изделия, вот именно мастихены, я буду пробовать делать из толстых нержавеющих стали, которые идут потолще. Может быть когда-то еще и возможность будет сделать контактную сварку. Там вообще мастихен получится в идеале. Обычно, друзья, китайские мастихены бывают некачественные. То есть вроде бы купишь по интернету, придет, а он сразу же прожавеет. Или отпадает, если он паяный, а не цельный. Они также могут отпадать. И у меня куча ручек от этих мастихенов, которые сломаны. То есть сама ручка и изгиб как бы целые, а вот само полотно вот это не. Это я решил взять из шпателя, из толстого шпателя. Отрезал края, выравнял. И я решил с него сделать вот этот вот шкрябочек. Нужно отрезать. То есть обычно вот эти шкрябочки, или как они называются, в общем они применяются в пластилине, чтобы пластилин снимать. Но мне нужен был как для пластилина, так же и для гипса. Потому что если будет просто с проволоки, то проволока не пойдет. Она не сможет шкрябать гипс. А я решил именно сделать, заточить с двух сторон как нож. И такую тоненькую сделать, с нержавейки очень плотная такая сталь. Сделать вот такой шкрябочек. Ручку я применил из... У меня еще со времен СССР остались такие вот ручки от перьев. Плакатные перья. И ручек очень много. Чтоб 10 осталось у меня. Поэтому вот я решил использовать эти ручки для вот таких целей. То есть здесь я просто намотал капроновую нитку. И потом, значит, можно или эпоксидкой, или клеем. Вот этим, который применяют сейчас с пистолетами. Горячий идет. Горячий клей. Чтобы нитка не разгазалась. На этом, друзья, все. Я с вами прощаюсь. Будут и дальше всевозможные видео с такими мастер-классами. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова